Март 22 года. Завод прецизионных изделий. Сотрудников предприятия обследуют прямо на рабочем месте. Артериальное давление, уровень холестерина, индекс массы тела, комплекс мобильного обследования приличный. Это все-таки наши люди, без которых производство работы не может. Вот это специалисты. Они в своем роде тоже уникальны все. Поэтому сохранение здоровья работников нашего предприятия – это первоочередная задача. Обследование – лишь один из этапов создания на предприятиях условий для сохранения здоровья людей. Есть и другие, которые тоже необходимы, уверены участники круглого стола. Мы стремимся к тому, чтобы если внедряется программа, то она была очень-очень качественная. Она меняла реальность работы и возможность, если мы с вами входим на рабочее место, вести здоровый образ жизни. Начиная с того, как мы на предприятии питаемся, насколько есть возможность заниматься физической активностью, насколько мы можем воспользоваться рабочим местом для того, чтобы не курить. На том же АЗПИ созданы отдельные кабинки для курения, куда входят по пропускам. Кстати, на данный момент в рамках программы работают порядка 10 предприятий края. Многие все еще инертны, говорят специалисты. Руководителей приходится мотивировать и объяснять, что здоровье сотрудников – это не всегда большие финансовые вложения. Не только финансы имеют значение, большую роль играют организационные мероприятия. Конечно, они требуют времени, усилий, знаний, что немаловажно, и тандема со здравоохранением. Тогда будут результаты. В той же столовой на предприятии просим тех, кто обеспечивает питание, увеличить количество полезных блюд. Правильным было бы сделать скидки на полезные продукты и увеличить, например, салат с майонезом продавать за более крупную сумму, а салат с маслом продавать намного меньшую. То есть потенциировать покупку человека более дешево. Если он привык, есть вредность, пусть за это заплатят. Самая большая потеря для предприятий – ресурс человеческий. Его, по словам Ивановой, ничем не восполнить. Поэтому программу будут внедрять до тех пор, пока не охватят все предприятия региона. Кстати, в этом году порядка 20 малых и больших в крае готовы присоединиться к ней. России есть к чему стремиться. Сегодня говорили о международном опыте в той же Японии. Благодаря питанию, физнагрузкам, медицинскому обследованию, каждый второй пенсионер к 2030 году будет старше 100 лет. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Тень с толком.